Страшный вирус! Страшный вирус! Короче говоря, карантин. Это была пятница, 20 марта. Я шёл из школы домой. В 9 утра. А всё почему? Потому что опять объявили карантин на целых 2 недели, прикиньте? Ну и меня, конечно, никто не предупредил. Зря только рано просыпался. Страшный вирус! Страшный вирус! Куда это он побежал? Совсем чокнулся что ли? Наверное, так на него весна действует. Кстати, если у вас тоже карантин в школе, то поставьте лайк. Посмотрим, сколько нас. Я дошёл до дома, зашёл в квартиру. Сынок, ты зачем на улицу ходил? В смысле, мам? На учёбу ходил. А там опять объявили карантин, прикинь? А ты, кстати, чего не на работе? Я вообще-то тоже на карантине. В мире нашли страшный вирус. Всё человечество под угрозой. Ты что, новости не смотришь? Ой, да ладно, мам. Тебе там наговорят. Новости. Тоже у меня источник информации. В общем так, это не шутки. На улицу теперь можно выходить только два часа в день. С двенадцати до двух. Да, да, понятно. Бред какой-то. Ну, придумывают всякой фигни. А мне страдай потом. Хотя, если из дома выходить нельзя, в школе тоже карантин. Хи-хи-хи-хи. Давай, бро, прикрываю тебя. Я лучший снайпер, надали. Ух, чего-то аж играть надоело. Да и поесть уже хочется. Ну, как всегда. Ни тебе шоколадочки, ни колы, ни даже йогурта. Ладно, пойду сам куплю. Главное, чтобы мама не спалила, что я ушёл. О, мусор возьму. На всякий случай. Будет моё алиби. Я вышел на улицу. Дошёл до мусорного бака. Стой, стой, пацан, не подходи. Ой, да вы что, дядь бомж? Я просто мусор выкину. Выкидывай. Только подальше от меня стой. Ещё не хватало от тебя вирус поймать. Ой, дядь бомж, и вы туда же. Ну, какой вирус? Хи-хи. Ты сражён, ты сражён. Пипец. Да что с ними со всеми? С ума посходили с этим вирусом? А может, это и правда опасно? Молодой человек, а вы что на улице делаете в неположенное время? Пройдёмте со мной. Ой, нет, дядь полицейский. Извините, я домой. Пипец. Походу и правда ходит какой-то страшный вирус. А может, я уже заражён? Я забежал домой. Включил компьютер. Страшный вирус. Симптомы. Температура. А, у меня походу жар. Слабость. Блин, и тело ломить начинает. Кашель или другие признаки простуды. Хи-хи. Пипец. Всё, походу я заражён. Сынок, ты чего орёшь? Стой, мам, не подходи. Я походу заражён. Стой. Да с чего ты взял? Ничего не говори. Я уйду из дома, чтобы тебя не заражать. Как раз уже 12 и можно выходить на улицу. Пипец, ну как так-то? Я такой молодой. Молодой. Мне ещё жить и жить. А я заразился вирусом. Ну ничего. Главное, чтобы мама была жива-здорова. Я сильный. Как-нибудь, может, выживу. Эй, малой. Ты чего ноешь идёшь? Да ничего, дядя. Не подходите ко мне. Я заражён вирусом. Ха. С чего ты взял? Как с чего? Все признаки сходятся. У меня температура, слабость и простуда. А ну-ка, дай проверю. Вы что, дядя? Вы же заразитесь. Не переживай. У меня иммунитет к вирусам. Хм. И правда температура. А откуда у вас иммунитет? От него же нет лекарства. Ладно. Нравишься ты мне, пацан. Этот вирус сильно боится ультрафиолетового излучения. Пошли со мной. Вот, держи передатчик, вставь его в ухо и иди вам в то здание. Дальнейшие инструкции получишь по микрофону. Мне с тобой нельзя. Я вставил передатчик в ухо, пошёл к зданию. Видишь перед тобой аппарат? Да, вижу. Раздевайся и залезай внутрь. Пипец, страшно ты как. Но если это поможет мне излечиться, то я готов. Я разделся, открыл крышку аппарата, залез внутрь. Я внутри, что дальше? Дальше нажми кнопку включения и закрой верхнюю крышку. Легко сказать. А где эта кнопка-то? Я осмотрелся по сторонам. А, вот же она. Хоть бы побольше кнопку сделали. Ну, сбоку. А, что это за шум? Не переживай. Это аппарат стал работать. Лежи 8 минут, а после одевайся и возвращайся ко мне. Я вылез из аппарата, оделся, вернулся к незнакомцу. Все, теперь в тебе нет вируса и твой иммунитет поднялся очень сильно. Целый день ты точно не заразишься. Поэтому не трать это время зря. Иди и купи продуктов на две недели. Вот деньги должно хватить. Спасибо вам большое, дядя. Вы даже не представляете, как помогли. Я вам все верну, обещаю. Деньги, это просто бумажки. Нет ничего важнее здоровья, пацан. Вот это просто нереально крутой дядя. И вылечил, и денег много дал на продукты. Пипец, 10 тысяч. Сейчас закуплюсь и буду сидеть дома с мамой две недели, пока вирус не закончится. Пипец, сколько здесь людей. Неужели они все вируса не боятся? Хотя, наверное, тоже на карантин закупаются. Хорошо, хоть у меня иммунитет на целый день. Вот это я набрал. Тележка еле едет. Как бы теперь все это до дома донести? А, такси вызовут. Все равно деньги остались. Мам, смотри, сколько. Мама, мама, ты чего? А, я себя что-то плохо чувствую, сынок. Полежу еще немного. Пипец, неужели я заразил свою маму? Как ей теперь помочь? Я не хочу, чтобы она болела. Ох, надо успокоиться, без паники. Может, она просто приутомилась, и ей нужно отдохнуть. А вдруг нет? Надо проверить. У меня все равно иммунитет. Я взял градусник, пошел в комнату к маме. Вот, Мерий. Зачем, сынок? У меня нет температуры. Меряй. Ой, ладно. Давай, а то не отстанешь же. Ну, а пока мама меряет температуру, я напомню, что в этом фильме спрятаны два банана. Если ты очень внимательный и нашел их, напиши об этом в комментариях. Посмотрим, сколько нас. Ну вот, 36,6. Я же тебе говорила. Ой, а откуда все эти пакеты у нас дома? А, мам, да это продукты. Я их купил нам на карантин. Ведь из дома-то нельзя выходить. Сама говорила. Да? А денег где ты на это все взял? Мам, ну что за вопросы? Я же мужик, глава семьи. А у мужика всегда деньги есть. Фух, мама не заражена. Это самое главное. Иди пакеты помогай разбирать мужик. Да, мам. Мы с мамой начали разбирать мешки с продуктами. Так много всего набрал, а две недели должно хватить. А то народу в магазине уже полно. Все с полок сметают. Гречку я не люблю, а макарошки и кашка другое дело. Ну и попка будет чистая. Хе-хе. Фух, вроде все. Пипец я накупил, конечно. С такими запасами не то что карантин. Войну пережить можно. Даже носить устал. Все, пойду к себе в комнату. Отдыхать буду. О, мам, а ты чего это делаешь такое? Уборку дверных ручек? Хе-хе. Сынок, только что сказали по новостям, что вирус намного заразнее, чем мы думали. Нужно обработать дом специальным средством. Хм, не знаю, насколько это поможет. Но ладно, лишним не будет. Я протер дома ручки, шкафы, компьютерный стол, клавиатуру. Кнопку еще обработаю. Вдох на нее тоже вирус сел. Телефон еще протри, ключи от дома. Мам, ну это уже перебор. Ладно, давай. Я взял телефон у мамы, стал его протирать. По-моему, это уже перебор. И так весь дом обработали. Все, играть сажусь. Надо расслабиться. А то все мысли об этом вирусе. Блин, ну это еще кто? Карантин в стране. А они шастают, ходят. Здорово, пацан. Погнали на улицу. Дело есть. Привет, Валер. Так на улицу нельзя же. Вирус по городу ходит. Ты что, новости не смотришь? Хе-хе-хе. Ты что, веришь во все эти сказки? Там тебя договорят. Сейчас самое время дела делать. Ой, не, Валер, меня мама не отпустит. Все, пока. Пришел, раскашлялся тут. И как его еще полиция не задержала? Сынок, кто там приходил? А, да это соседи. Соль просили. И что, ты им дал? Не, они вспомнили, что у них есть. Ну и правильно, у нас у самих мало. Кризис в стране. Все, ни слова больше про этот вирус. Надо отвлечься. А чтобы не думать о плохом, нужно делать то, что очень нравится. Хе-хе-хе. Добрый день. Капитан полиции антивирусов. К вам сегодня приходил человек по прозвищу Валера Лопата? А, да нет. А что такое? Он заражен опасным вирусом. Помимо себя, уже заразил еще пять человек. Вы точно не общались с ним? А, нет. Давно уже его не видел. Всех, кто с ним вступал в контакт, мы забираем на две недели на строгий карантин. Для тех людей, кто контактировал с зараженным и не сообщил об этом, предусмотрена уголовная ответственность. Пипец, Валера заражен. Говорила мама, не надо с ним общаться. Вот я дурак. Хорошо, хоть у меня еще иммунитет есть. Сынок, я в магазин пойду, закрой со мной дверь. Да, конечно, мам. Из дома не выходи, а то в полицию заберут. Несовершеннолетним на улицу нельзя. Придумали правила. Какая разница, сколько мне лет? Заразиться могут и взрослые, и дети. Пши! Вот так. Гречка нужна? Давай, а то в магазине бешеные цены на нее. Триста рублей за пачку. Ничего себе, дороже, чем в магазине в два раза. А ты как хотела. Нефицит. Кто успел, тот и бизнесмен. Нет, спасибо, мы больше макароны любим. Придешь еще, попросишь. А не будет курица. Пши! Пши! Пипец, что я так расчихался-то? У меня же должен быть иммунитет. Тьфи! Хм, эсэмэска. Мы ошиблись. Ультрафиолет не лечит вирус. Скорее всего, ты заражен. Срочно приходи на наше старое место. Что? Я заражен! Значит, и все, с кем я общался, тоже заражены. Мама! Надо срочно одеваться. Мусор с собой возьму. Если полиция остановит, схожу на помойку. Пойду. Я выбежал на улицу. Побежал вдоль дома. Молодой человек, вы куда летите-то? Вам 18 есть? А, да, есть. Пши! Мусор выкинуть иду. Пши! Ах, вы еще и чихаете. А ну-ка, пройдемте со мной. Ну нет, мне нельзя в полицию. Мне нужно найти незнакомца. Я все сделаю, чтобы спасти маму. Да и вообще не знаю, скольких людей я уже заразил. Давай, давай, быстрее. Не время отдыхать. Сейчас здесь будет полиция. Давай, давай, быстрее. Это был тот самый незнакомец, который дал мне денег и вылечил от вируса. Ну, вернее, так мы тогда думали. Мы быстро сели в машину. Пипец, голова раскалывается. Как я так ударился? Ну, хорошо, хоть полиция не поймала. У меня для тебя две новости. Плохая и очень плохая. Ультрафиолет не подавляет вирус. Он, наоборот, усиливает его. А вторая плохая? Полиция знает, что ты заражен. Ты объявлен в розыск. Домой тебе нельзя. И что же мне делать? Я что, умру? Нет, ты только переносчик. Мы будем исследовать тебя. Ты общался с зараженными и не заболел. А где мне жить? Куда мы едем? Для начала нужно решить вопрос с полицией. Машина остановилась. И знакомец заглушил мотор. Приехали. Выходи. Странное место. Такое ощущение, что я раньше был здесь. И мост знакомый. А, точно. Я же был в этом лесу, когда уходил из дома. Но хоть место это знаю, уже полегче. Ну что, какие новости? Центр проверили. По камерам его нигде нет. Смотрите область. Мне нужен каждый. Особенно этот. Так точно. Прочесываем лес. Исполняю. Мы шли вдоль леса 5 минут. 10 минут. 15 минут. Хорошо, хоть сейчас сильно потеплело. А то бы так замерз уже в лесу. Все, вроде хорошее место. Остановимся здесь. Держи огонь. Незнакомец протянул мне большую зажигалку. О, прикольно. У меня была такая раньше. Будь тут. Я сейчас до города и обратно. Сиди тихо. Если что, телефон мой у тебя есть. Да, хорошо. Пипец. Кто бы мог подумать, что сегодня я окажусь в лесу. Совсем один. Без еды и воды. Ладно, хоть полиция не задержала. А то бы так и посадить могли. Или вообще оштрафовали. Блин, холодно уже становится. Зажигалку он дал. А как я ей костер-то разведу? Ни бумаги, ни средств для розжига нет. Но делать чего-то надо. Замерзнуть еще не хватало. Я стал искать сухие ветки для костра. Я ходил по лесу 5 минут. 10 минут. 15 минут. Да уж, не густо. Пойду еще посмотрю. Пипец, а это там кто? Фух, вроде не заметил. Хорошо, костер еще не развел. Точно бы спалился. Блин, где он есть-то? Надо позвонить. Алло, ну вы где? Тут полиция уходит. Меня чуть не поймали уже. Сижу тут один. Даже костер развести не могу. Так, пацан, успокойся, не паникуй. Прочесывают местность обычно один раз. Так что спокойно, разводи костер и жди меня. Скоро буду с подарками. Скоро буду? Да не торопись. Я тут пока посижу, померзну и поголодаю. Ну чё, ты чё тут расселся? Простыть хочешь? Ну-ка поднимайся. Дедушка? А ты здесь откуда? Откуда? Я здесь часто гуляю. Здесь воздух чистый, мне для здоровья полезно. Ну а ты давай рассказывай. Стой, дедушка, не подходи, заразишься. Чего? Ты что, внучок, пятил что ли совсем? Дедушка, я серьёзно. Я носитель нового опасного вируса. Давай я всё расскажу. Только, пожалуйста, стой на расстоянии. Да, внучок, вечно ты во всякие истории влипаешь. Зла на тебя не хватает, горе ты луковое. А про вирус твой, так это вообще всё фигня. Я за свою жизнь их с десяток пережил. Ну нет, не фигня, дед. Ну наконец-то вы пришли. Это очень серьёзный вирус. И самое интересное, что он меняется. Подстраивается под человека. Хм, и деду, судя по всему, не заразил. И что нам надо делать? Ну пока остаётесь здесь. Дед, я думаю, посмотрит за внучком. Ну, посмотрю, конечно. Всё на день и всегда. Как 41-м не отдали, так и сейчас не отдадим. Вот передатчик. Он считывает твоё местоположение, Параметр работы тела и даёт связь со мной. Держи. Телефон штука ненадёжная. Всё, еду и палатку оставил. Удачи. Да уж. Ну что ж, придётся пока пожить здесь. Что тут у нас? Вода, сосиски, баночки какие-то. А, это кукуруза и зелёный горошек. Хватит там лазить уже по сумкам. Иди сюда палатку ставить. Темнеет сейчас скоро. Хм, какая-то странная палатка. Круглая, на обруч похожа. Первый раз такую вижу. Давай, помогай. Офигеть, так быстро. 10 секунд и готово. Я помню палатку полдня собирал. Хотя, может у меня просто руки кривые. Крутая палатка. Да, дедушка? Да, фигня китайская. Да как же фигня. Вон как быстро раскладывается. Здесь и просторно. Четырёхместная, походу. Прикольно здесь пожить. Дедушка, а чего ты там ешь уже? Я тоже кушать хочу вообще-то. Я не ем. Я пробую. Вдруг тот мало тебя отравить хочет. А деду за тебя отключать потом. Конечно. Пробует он. Сейчас он опробуется. А потом голодать сидеть будем. Сигнал точно отсюда шел? Так точно. Мы все проверили. Три раза. Да? А это что за палатка вдали? Добрый день. Капитан антивирусов. А вы чего здесь делаете в лесу? Да вот отдохнуть вышел, внучки. Воздухом подышать. А это что, запрещено? Сейчас дома надо сидеть, а не по лесу шастать. Слышал, какая ситуация в мире? Да успокойся, лейтенант. Он все равно здесь один. Ты же один здесь, дед? Ну а с кем же, внучки? Бабка-то у меня ленивая. Со мной не ходит. А вот этого пацана здесь видел, дед? Страшный-то какой. Похож на внука моего. Не, не, не видал. Ладно, дед. Извини, что потревожили. Да ладно, я все понимаю. Сам две войны прошел. Никто, кроме нас. Пошли. Дед спятил, походу. А если ты тоже удивился, откуда здесь снег, то напиши об этом в комментариях. Посмотрим, сколько внимательных людей нас смотрят. Блин, страшно-то как. Не дай бог найдут. Хм, вроде тихо. Пипец, кто-то открывает палатку. Вылезай, внучок. Они ушли. Фух, спасибо, дедушка. Спас меня. А то я уже думал все. Сейчас поймают и в тюрьму посадят. Или еще хуже. На опыта сдадут. А, не дрейфь. Я 45 ему не таких спасал. О, дедушка. А давай, может, костер разведем. А то холодно уже. И заодно сосиски пожарим. Ты что, ну что, в пятил, что ли? Нельзя костер. Его издали видно. Могут заметить и полиция, и бандиты. Эх, ну ладно. Придется сырые сосиски есть. Я взял у деда одну сосиску. Хотел взять вторую, но дед меня отговорил. Рэта, куда свои клешни тянешь? Одной из тебя хватит. Нам же непонятно, сколько здесь сидеть. Конечно, непонятно, сколько. Сам все поел уже, а мне не дают. Сынок! Сынок, ты дома? Странно, куда он делся? Добрый день, это по поводу вашего сына. Да, а где он? Сейчас просто спокойно выслушайте меня и не волнуйтесь. Он заражен новым вирусом. Как? Что с ним? Не переживайте, с ним все в порядке. Он только переносчик. Но хуже то, что его ищет полиция. Поэтому, если кто-то из сотрудников спросит, то вы не видели сына с самого утра. Пипец. Вот зачем я с этим Валерой общался? Что он вообще приходил ко мне? Еще кашлял так, как будто специально хотел заразить. Эх, сейчас бы сидел в теплой квартире. Кушал бы свои запасы и играл в компьютер. А не мерз бы тут. Что ты там весь изнылся, внучок? Ты же мужчина, должен потерпеть. Скоро все кончится. Да нормально все, дедушка. Только холодно очень. Погода как назло испортилась. А вещей теплых нет. Ну вещи теперь есть. Ну наконец-то вы вернулись. Соскучился? Давай руку, отвернись. Я дал незнакомцу руку. Отвернул голову. Ай! Что это было? Я взял пробу на анализы. Мы должны понять, как твой организм так легко справляется с вирусом. Кстати, сейчас ты заснешь. Не бойся. Это действие специального адаптогена. Вот еще. Я ничего не боюсь. А тем более адаптогенов ваших. Меня вообще они не берут. Ой, какое одеяльце хорошее. Ах, сейчас бы домой поиграть, посидеть. Ну чё? Ну чё? Вставай давай, хватит дрыхнуть. Есть, пошли. Блин, опять я в этой палатке. В этом лесу. Такой сон классный был. Лучше бы не будил, дед. Ладно, хоть поем. Дедушка, а что у нас там на обед? Ааа, на вот, держи, распаковывай. Дед дал мне какую-то коробку. Ого, большая такая и тяжелая. Интересно, что в ней? Я аккуратно открыл коробку. В ней было очень много пакетиков. А, я понял. Это армейский сухпайок, да, дедушка? Пипец он крутой. Да ладно, фигня какая. Когда я в 45-м воевал, пакеты получше были. Мы с дедом стали кушать сухпайок. Был он очень вкусный. Эх, жаль, конечно, что незнакомец только один набор принес. Или не один. Дедушка, а это что такое? Ты что, пока я спал, целый паёк съел? Не, не, ну чё, он уже такой был открытый. Там жмачки не было и шоколадки. Пипец, дед Обжора. Свой съел и мой уплетает. Куда в него столько лезет-то? Понятно, почему его ни один вирус не берёт. Терминатор какой-то. Кто там? Откройте, полиция. Добрый день, капитан антивирусов. Здесь проживает ваш сын. Он дома? Ой, нет, ещё с утра ушёл в магазин и не вернулся. С ним что-то случилось? Позвольте, мы пройдём. Лейтенант, проверься. Так, а на каком основании? Ваш сын заражён опасным вирусом, но его организм легко победил болезнь. Он очень нужен нам для изучения. Поэтому, если что-то знаете, лучше скажите. Нет, я правда его не видела. Капитан, всё чисто. Пошли отсюда. Здесь нам вряд ли помогут. Мы с дедом сидели в палатке и разговаривали. И вот я на подбитом самолёте захожу на таран. Денис, приём. Слышишь меня? Откуда звук? Пипец, я и забыл, что у меня передатчик в ухе. Да, отлично слышу. Быстро сворачивайте ваш лагерь. Есть важные новости. Твой вирус мутирует. Что? Как мутирует? Куда мутирует? Зачем? Жду вас у дороги через 20 минут. Конец связи. Дедушка, давай быстрее собираться. Нам срочно нужно к дороге. Да не суетись ты. Я в разведке, знаешь, как собирался. Спичку только зажгли, а меня уже нет. Давайте, садитесь быстрее. Быстрее. Фух, вроде оторвались. В общем, малой, за тобой были отправлены специальные войска. Войска? Какие войска? Зачем? Ты даже представить себе не можешь, что они хотят с тобой сделать. Капитан антивирусов был направлен высшими органами, чтобы поймать и доставить тебя к ним в лабораторию. Опытов? Каких еще опытов? Я же обычный пацан. Нет, не обычный. А что со мной не так? Ну подумаешь, там кровь особая, зрение хорошее и руки большие. Хотя нет, руки небольшие. Скажите, что мне теперь делать? Как спастись? Для начала успокойся и не паникуй. Я сам возьму с себя пробу и передам властям. Если все получится, ты спасешь миллионы жизней. Давай руку. Я дал руку дяде. Отвернулся. Ай, 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 ай. Не подглядывай, симулянт. Я снова отвернулся. По ощущениям было щекотно и совсем даже не больно. Как будто комарик укусил. Хотя это и понятно. Я же теперь герой. Планету спасаю. Аппарат абонента выключен. Или находится вне зоны действия сети. Да что у тебя с телефоном-то? Ай. Молодец, вытерпел. В общем, беги сейчас домой и будь с мамой. А я в больницу. Нужно антидот делать. Хорошо, спасибо вам за все. Я вышел из машины. Пошел в сторону дома. Пипец, я влип. Сейчас вся надежда только на этого доброго незнакомца. Надеюсь, у него все получится. Так уже надоело ото всех скрываться. Стой, алой. Ты это, куда бежишь? Может, остановишься? Помощешь бездомному человеку? Здравствуйте, дядь бомж. Что случилось? Ну, раз ничего, тогда я побежал. Нечего меня по гусякам отвлекать. Сидеть тут кайфует. Ест что хочет. Живет где хочет. Никто его не ищет. Это мне помощь нужна, а не тебе. На меня то мама наорет. То органы какие-то ищут. Надоело. Все надоело. Вообще больше никуда не пойду. Здесь сидеть буду. Сидеть, алой, не плачь. На вас, возьми помидорчик. Нет, спасибо, дядь бомж. Я не хочу кушать. Да и помидоры у тебя какие-то неживые. Ладно, идти мне пора. Мама, наверное, дома ждет. Волнуется. Алло. 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 Да, вы меня слышите? Все, теперь слышу. Скажите, Денис уже дома? Нет, а он разве не с вами? Уже нет. В общем, как придет, никуда его не выпускайте. Это очень важно. Все еще серьезнее, чем мы думали. Что? Что случилось? Запомните главное. Не выпускайте сына из дома. Блин, Денис, опять ты куда-то вляпался. Домой придешь, ремня получишь. И интернет отключу. Кому звонили? Кому звонила? Я звонила, я никому не звонила. Можно ваш телефон? Телефон? У меня нет телефона, я его дома забыла. А в руках у вас что? А, вы про этот? Так это не мой, это у моей подруги. Ей по поводу доставки звонили. Масок себе заказала, много масок. Куда вы все время смотрите? Да никуда, я с вами разговариваю. На чем мы остановились? Дамочка, я хочу, чтобы вы просто знали, в случае вранья сотруднику, вы будете арестованы и заключены под стражу. Я поняла, если я что-то узнаю, я сразу сообщу. Дурдом. Тьфу ты. Пипец, мама там с полицейским разговаривает. Хорошо хоть отвлекла его, а то бы точно поймал. Все, буду сидеть дома. Хватит с меня таких приключений, и так в лесу замерз. Ну как вы тут, мои муравьишки? Целый день вас не видел. Сынок, я тут волнуюсь, прикрываю тебя от полиции, а ты муравьев рассматриваешь. А, мам, да я тоже весь на нервах. Вон руки как трясутся, а за муравьиной фермой наблюдаю, вроде успокаиваюсь. Давай марш на кухню есть будешь, заодно и поговорим. Подумаешь, посмотрел полчасика. Нравятся они мне, с ними и карантин веселее проходит. Я пришел на кухню. Так, что у нас тут покушать? Чай с лимоном пей, промерз весь в лесу. Эээ, в лесу? Откуда ты знаешь? Хотя, я кажется и сам догадываюсь. Да, дед звонил, рассказал про ваше похождение и правильно сделал. Вот дед, все растрепал, а еще разведчик. Ну что будем делать? Так и будешь скрываться. Не, мам, у меня все схвачено. Мне один добрый человек поможет. Он решит вопрос с полицией. Наверное. Да уж, сидеть дома мне теперь долго, походу. Хорошо, запасов много накупил. Главное, конечно, побольше воды и туалетной бумаги. Пипец, это там кто еще? Неужели полиция? Да стали ходить, только были же. Мам, посмотри, кто там. Малый какой-то, растопырился, стоит. Отойди, я походу знаю, кто это. Ты что, приперся? Заражать меня опять? А ну пошел отсюда. Тихо ты, Малый, я не заражен. Этот тест плохой был. Повсор не сдал, оказался здоров. Да? А кашлял что тогда? Да так, простыл. У соседа колеса отворачивал, а земля холодная. Понятно. А ты что это? Чихаешь-то? А, да не, ничего, Валер. Я заражен просто. А может, я вирус? А может, я вирус? Будешь знать, как у соседа колеса отворачивать. Денис, прием. Слышишь меня? Пипец, откуда звук? Блин, опять забыл про наушник в ухе. Да, слышу. Хорошие новости. Скорее всего, из твоего биоматериала получится сделать вакцину от вируса. Власти в курсе. Полиция тебя больше не тронет. Ух ты, самая лучшая новость за последнее время. Наконец-то, а то уже так бегать надоело. Валера что ли вернулся? Да иду я, иду. Нетерпеливые какие. Кто там? Откройте, полиция. Пипец, менты. Что делать? Что делать? Как они здесь оказались? Ведь меня же не должны больше искать. Откройте, или мы выломаем дверь. Ага, выломаете. Селенок не хватит. Она бронированная. Сынок, что случилось? Кто там стучит? Да тихо ты, мам. Это полиция. Ищут меня по ходу. Так, давай прячься быстрее. Куда-нибудь я ее пока приду. Легко сказать, прячься. Куда здесь прятаться-то? Тут сидеть буду. Это единственный вариант. Последнее предупреждение. Вы там живые? А, давай, лейтенант, ломай. А вы что здесь шумите? Что-то случилось? Дамочка, вы чего дверь сотрудникам не открываете? Мы здесь уже 10 минут звоним. Так звонок не работает, а я спала. Стукав не слышала. Разрешите, мы пройдем. Лейтенант, работай. А с вами у нас будет отдельный разговор. А в чем, собственно, дело? Пипец, он здесь. Хоть бы не спалил, хоть бы не спалил. Пипец, как чихнуть хочется. Ну как тут? Все чисто, капитан. Давай на выход. По самому краю ходите, девушка. С законом шутки плохи. А это что? Так это, вещдок. Конфискуем. Не, ну а что? Пипец, слава богу, не нашли. Хотя один из них же видел меня. И почему-то не сказал второму. Хотя, может, от страха показалось. Ничего не понимаю. Мам, что они тебе сказали? Что мне сказали? Что тебе твой спаситель сказал? Где помощи от него? В тюрьму хочешь? Денис, прием. Срочно приходите на старое место, где прятались с дедом. Да какое место? Меня чуть полиция не поймала. А вы сказали, что теперь все будет хорошо. Я не верю вам больше. Быстрее. Иначе, может быть, слишком поздно. Мам, мне надо идти. Ага, хватит. Дома будешь сидеть. Это кого еще несет? Не открывай. В глазок посмотри. Да это свои. О, дедушка, как вовремя. А ты откуда узнал о нашей беде? Какое еще беде? Дед, я пожрать зашел. Дед, как ни в чем не бывало, подошел к холодильнику. Открыл и начал есть сосиски. О, молодец. Обожаю. Вкусно тихо. Дед, не время обедать. Нужно срочно отправляться в лес. Какое лес? Ну что? Только что, хуй лес. Ты не напулялся еще? Дед, да я серьезно. Мне передал незнакомец по закрытой связи. У них там что-то случилось. Это вопрос жизни миллионов людей. Миллионов людей? Что мы едем тогда? Я с 45-го в размерку не ходил. А руки-то, руки помнят. Может, даже герои России дадут. Ну, отлично. Хоть деду уговорил. Теперь и маму можно. Все, мам, мы пошли. Я тебе сказала, дома будешь сидеть и не уговаривай. Так, сынки и дочь, перед нами стоит важная задача спасения мира. Ты идешь со мной, ты остаешься дома. Бат на фронт не берем. Мы вышли на улицу. Дед побежал вперед. Дед, ты куда погнал-то? Нам на остановку в другую сторону. Какую еще остановку? Так добежим. Тут бежать-то километров пять всего. Заодно и разомнемся. Ну, пипец. Лучше бы я один пошел. Пять километров за раз. Я в жизни не бегал. Один раз в школе на физре. И то там три было. И я последним прибежал. Все, дальше бежать нельзя. Сейчас по-тихому пойдем. А ты гляди в оба. Да постой, дедушка. Дай хоть немного отдышаться. Дома отдыхать будешь? У нас секретная миссия. Забыл? Секретная миссия? Вообще-то я тебе про нее сказал. Строить тут из себя Джеймса Бонда. Так, вот уже мост. Скоро наше место. Пипец. Вроде же здесь был наш лагерь. Вот тут палатка стояла. Но почему здесь никого нет? Где незнакомец? Ну так свяжись с ним по связи. Чего время-то тянешь? А, точно. Передатчик же есть. Понять бы еще, как им пользоваться. Алло, алло, прием. Вы меня слышите? Алло, прием. Блин, дедушка. Мы слишком долго шли. Говорил, надо было на автобусе ехать. Что теперь делать? Да не переживайте, парень. С ним все в порядке. Как это, по-вашему? Он жив-здоров. А? А вы еще кто? Как вы здесь появились? Вас же не было. Не бойся. Я ученый. Добрый ученый. Дай мне свою руку. Ага, так я и поверил. Добрый в таких плащах не ходит. Дай руку, парень. Выбора у тебя все равно нет. Да, ребят? Пипец. А эти здесь откуда? Выходит, они все заодно. Что вы хотите со мной сделать? Анализ взять для антидота? Ну, что-то вроде того. Отвернись. Чуть-чуть пощипет. Ай. Ай-яй. Чего так больно-то? Что вы сделали? Да не переживай. Я ввел тройную дозу вирусов в твой организм. Посмотрим, как он справится. И если повезет, мы получим очень сильное противоядие. Что? Какого вируса? Зачем? А если не повезет, и мой организм не справится? А? Мне плохо. Что вы со мной сделали? Вставай. Вставай, пацан. Не время лежать. Надо уходить, пока никого нет. А? Что со мной? Блин, голова болит. Вставай, говорю. Потом будешь про голову думать. Сейчас надо ноги уносить. Вы мне помогаете? Но вы же более с тем полицейским. Потом все вопросы. Быстрее, надо идти к дороге. Эй, стой, стой. Не теряй сознание. Нельзя терять сознание. Давай, давай, залезай в машину. Спасибо, брат. Давай отсюда, пока мне голову за вас не открутили. Где вы были? Мы пришли, а вас нет. И этот в плаще с непонятным акцентом. Это Морган. Сам не знаю, кто по национальности. Он прилетел в Россию, когда узнал про твой иммунитет. Очень страшный человек. Говорят, это он придумал вирус. А дедушка, пипец. Я совсем забыл про дедушку. Где он? Он живой. Тот я, внучок. Помнишь? Разведка. Да-да-да-да-да-да. Эх, ты давай-ка. Не погоди, не умирай. Не закрывай глаза. Не закрывай глаза. Давай аккуратненько. Не дрова несешь. Давай, внучок. Терпи. Ты генералом будешь. И не теряй сознание. Открой глаза. Открой, я тебе говорю. Давай, давай, сюда. На диван его. Вот так. Денис, Денис, осчнись. Да, дедушка. Я что, умру? Ты дурак, что ли? А так выше, никто не умирал. Подумаешь, там вирус какой-то дурацкий. У тебя мой характер. Ты боец. Дед, нужно с тобой серьезно поговорить. Отойдем? Да труд говори. Он все равно ничего не слышит. Есть вариант его спасти. Вот антидот. Мы разработали его на основе антител вашего внука. Они способны побороть вирус. Правда, испытать его мы не успели. Ну и каковы шансы? Учитывая, что испытаний еще не было, а на них нужно не меньше года, процентов 10. Чего? Ты что, хочешь внучка на верную гибель? Боюсь, что других шансов все равно нет. Температура падает, давление тоже нормализуется. А, я что говорил? Ну что, боец, мы с ним еще побоюем. Столько видов компьютерных пройдем. Ладно, дед, пошли. Ему надо поспать. А, что со мной? Блин, голова болит. Ничего не помню. Это что за прибор? А, давление мерить походу. Пластырь на руках зачем-то. Ох, пипец, слабость какая. Ноги не держат. Ладно, так пойду. Кто-нибудь дома? Мама? Дедушка? Блин, да где вы все? Что так плохо-то? Ничего не помню. Нучок, нучок, ты как сюда попал? Допал что ли? Ни на минуту оставить нельзя. Ладно, давай, потихонечку вставай. Пойдем в комнату. Вот, вот так. Лежи, отдыхай. Это он опять сознание теряет. Температура растет. Давление поднимается. Он борется, но... Чего она? Давай, делай же что-нибудь. Вируса слишком много. Антитела не успевают блокировать его. Вот если бы антитела было больше... Ну и как? Как их сделать больше? Думай, думай. Тебе голова зачем нужна? Верли мне внучка. Можно попробовать ввести еще антидот. Точно неизвестно, но у него будет шанс. Делай же хоть что-нибудь. У меня уже у самого сердца болеть начинает. О, чего? А ну-ка иди сюда. Где-то таких как ты. В 47-м, знаешь, сколько переночил. Нет, не в 47-м было. Дочь, вези сосисок. С этими террорами жрать захотелось. Вкусненько. Я таких в 54-м ел. О, ну чё, проснулся? Да, дедушка. А что со мной было? Да пустяки. Сначала тебя с того света вытащили. А потом ты проспал 3 дня. Капитан, все проверили. Малого нигде нет. Сам не знаю, куда делся. Значит, выжил. Или, может, дед забрал. Что я Моргану скажу? Точно все проверили? Так точно. Дважды прочесали. Ну всё. Хана нам. Да, господин. Ну как там дела? Нашли мальца? Увы, господин, его нет. Мы всё проверили. Как сквозь землю. Это хорошо. Это очень хорошо, мой друг. А, в смысле? Давайте потихонечку сюда на адрес. Здесь всё решим. Ничего не понимаю. Говорит, домой к мальцу ехать. Ладно, погнали. Сынок, ну как ты себя чувствуешь? Да всё нормально, мам. Уже лучше. Бледный какой. Чем они тебя напичкали? Не напичкали, а вылечили. Всё нормально, он сильный. Генералом будет. Есть деда. А дайте мне номер этого незнакомца. А то он так быстро убежал, я с ним даже поговорить не успела. Да нет у меня номера, мам. Мы с ним по связи секретной общались. По какой связи? По секретной, по какой. Вот передальчик. Мы его с ручка сняли. Фиг он знает, как он работает. Дай сюда. Алло, мистер Икс, приём. Алло, приём. Не работает ваш наушник. Всё работает. Пользоваться просто надо уметь. Вот кнопочку нажимаем, и можно ловить связь. Алло, Денис, приём. Алло, Денис, ты меня слышишь? Да, да, я вас слышу. Голос бодрый у тебя. Значит, всё хорошо. Идёшь на поправку. Да, спасибо большое. Теперь Морган думает, что ты не перенёс вирус. А значит, не будет искать тебя. Или будет. Малой, не вздумай выходить из дома. Вообще, пусть никто не выходит. Ни ты, ни дед, ни мама. Что? Что случилось? Он здесь. Он здесь. Молодой человек. А вы здесь часто сидите? Я тут живу вообще-то. А что? А вчера. Не видели ли вы тут что-то странное? Ну, скажем, в тот подъезд заносили человека. Малого с первого подъезда. Эта информация денег стоит. Конечно, мой дорогой. Возьми. Нифига себе. Баксы. А, не, не, не видел. Хорошо, мой дорогой. Спасибо. Я своих не сдаю. Тем более тебе, индюк богатый. Ну и что мы теперь будем делать? Что-что, мам, дома сидеть. Типа нас нет никого. Тем более, запасов еды я полно накупил. Надо их, кстати, проверить. Так, что тут у нас? О, кукурузка. Съем баночку. Я тебе съем сейчас. А ну, положь на место. Неизвестно нам, сколько еще в этой блокаде сидеть. Так, ну чё, иди-ка в комнату, а я буду продукты считать. Конечно, знаю я его. Пока считать будет, съесть половину запасов. Ладно, поиграю-посижу, хоть нервы успокою. Мой господин, капитан антивирусов по вашему распоряжению прибыл. Он здесь. Скорее всего, жив-здоров у себя в квартире. Вас понял, господин. Лейтенант, бегом за болгаркой, дверь перебудем. Нет, зачем тревожить соседей? Тем более, дверь бронированная. Сами выйдут, как есть захотят. Проследи, капитан. Да, мой господин. Лейтенант, организуй наблюдение за объектом. Меняемся каждый час. И чтобы муха не проскочила. Так точно, капитан. Исполняю. Я сидел в своей комнате и думал о жизни. Пипец, как же достал этот вирус. Раньше я обожал карантин. Можно в школу не ходить и играть целыми днями. Но теперь, после месяца дома, мне даже начало казаться, что я соскучился по урокам в школе, прикиньте. Кто бы мог подумать. А теперь еще выяснилось, что у меня какой-то особый организм, который легко справляется с любыми болезнями. И поэтому меня ищут все спецслужбы мира, походу. Эх, как бы я хотел, чтобы это был обычный сон. Ну чё? Ты чё тут ноешь-то? Пойдем кочевку попьем. Мать вкусный приготовила, как ты любишь. С лимоном. Да, дедушка, пошли. Мы с дедом пришли на кухню. Мама налила нам чай. Дочь, мне еще лимончик положи. Вот и колбасы побольше. Буду иммунитет укреплять. Дед, а разве иммунитет колбасой укрепляют? Так я же ее с лимоном ем. Я в группе риска, мне надо заботиться о здоровье. Дочь, положи еще эти колбаски. А это еще кто? Полиция или Морган? А хотя они все заодно. Иди в глазок посмотри. Только тихо, как я тебя учил. Я на цыпочках подошел к двери. Посмотрел в глазок. Это свой. Ну, лейтенант, который в бронежилете. Ага, свой. Сейчас никому нельзя верить. Да че, ты это ему пусти. А если что, я его лопатой по каске огрею. Дочь, точи лопату. Денис, прием. Ты меня слышишь? Прием. Да, слышу. У нас проблемы. К нам лейтенант пришел. Ну, тот, который меня спасти помог. Не переживай, это мой брат. Пусти его. Он возьмет у тебя плазму для анализа. Хорошо, я понял. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Давай, брат. Надежда только на тебя. Брат, говоришь? Капитан, взять его. Не переживай, я свой. У меня мало времени. Давай руку. Да, конечно. Я все знаю. Я возьму у тебя плазму с антителами. Из нее мы сможем сделать вакцину. Отвернись. Ай. Да все уже, можешь поворачиваться. Все, я погнал. Не дай бог заметит, что я не на посту. Удачи, лейтенант. Хорошая-то твояка в бронике. Прямо как я в молодости. Правда, я поздоровее был. И что нам теперь делать? Что дальше будет? Да все хорошо, теперь будет, мам. Лейтенант передаст мою плазму. Из нее сделают вакцину. И все. Человечество больше не будет болеть вирусом. Очень хотелось бы в это верить. Ушел гад. Очень быстро бегает. Плохая физическая подготовка у вас, капитан. Если это еще раз повторится, я боюсь, будут последствия. Никак нет, господин. Больше не повторится. Ладно, подождем. Там его брат. Он должен рано или поздно выйти. Какой молодец. Не заставил себя долго ждать. Взять его. Ты что, капитан, ты что? Что я сделал-то? Пошли, доигрался. Как раз то, что мне нужно. Капитан, заканчивай с ним. А мне пора исполнить мое предназначение. Денис, прием. Денис, прием. Выходи ты на связь. Это очень важно. Ответь. Денис, срочно ответь. Мистер Икс, это вы? Ничего не буду говорить сыну. От вас одни проблемы. Мама вернулась к нам со стаканом воды. Протянула ее деду. О, что так долго-то? Тебя там за смертью посылать? С детства такая капуха. Ладно, дед, надоело играть уже. Пойду прогуляюсь и мусор заодно выкину. Моя очередь. Не вздумай, вдруг за нами еще следят. Аккуратнее иди, шапку на глаза надвинь, воротник подними. Ты вообще смотри по сторонам, всему тебя учить надо. Эээ, никогда ему не стать разведчиком. Я надел куртку, взял мусор, вышел из дома. Не служить в разведке. Тоже мне разведчик нашелся. Только колбасу нашу ест целыми днями. О, знакомые люди. Здрасьте, дядь Бомж. Тебе денег должен. За что это? За то, что я тебя такому богатому индюку вообще не сдал. Доллар он мне свои пихал. Я их, конечно, взял, но ничего не сказал. Вообще страшный, конечно, мужик. Всю полицию подкупил. Вот, держите. Спасибо за информацию. Пипец. Значит, они меня все еще ищут. Бомж, конечно, красавец. Ничего не рассказал. Правильный мужик. Надо домой идти. Не дай бог они где-нибудь рядом. Алло, быстро в машину. Я быстро запрыгнул в машину. Закрыл дверь. Ты почему передатчик с собой не носишь? Я не смог до тебя дозвониться. А, да он в другой комнате лежал вроде. А что случилось? Плохие новости. Твоя плазма не попала в нашу лабораторию. Ее забрал Морган. Ну и что? Возьмите у меня еще плазмы. Я молодой, выдержу. Да, если бы все было так просто. Повторно имеет смысл брать плазму только через месяц. Нужно, чтобы созрели новые антитела. Это очень долго. А еще и мой брат у них. Что же мне теперь делать? Морган за мной не вернется? Не знаю. Если им будет достаточно твоей плазмы, они больше тебя не побеспокоят. А что будет с вашим братом? Попробую его вытащить. Все. Иди домой. Не забывай всегда и везде носить передатчик. Да, я все понял. Спасибо. Ты о чем думал? Зачем начал помогать ему? Я помогал своему брату. Ты что, хочешь всего лишиться? Должности, денег, жизни? Морган всех купил. И тебя, и меня. Всех. Да не все продается в этой жизни. Оставить бы тебя здесь. Ладно, пошли. Моргану мы больше не понадобимся. Он получил, что хотел. Я поднялся по лестнице. Зашел в дом. Ты где был так долго? Там что, на помойке очередь? Мы с дедом все испереживались. О, точно. Игры у тебя компьютерные. Неинтересные. Ну я это, в общем... Ты будешь говорить или нет? Да конечно, мам. Я просто решил немного прогуляться. Воздухом подышать. Все, я к себе. Не нужна ему эта информация. Сам справлюсь со своими проблемами. Герой я или нет, в конце концов. Сынок, а ты комнатой-то не ошибся? Все, иду-иду. Задумался. Ну как ты, живой? Во, да, все хорошо. Капитан пожалел меня. Не стал сдавать себе службу. А где Морган? Он забрал плазму. Собирается лететь к себе в Англию. Рейс 15.00. Ну что, попробуем его перехватить? Давай, но у нас мало времени. Этому миру уже никогда не стать прежним. Что-то его нет. Уже два часа сидим. Вроде хорошо смотрели-то. Не проходил точно. Ну а когда я за шаурмой-то ходил, ты точно не пропустил его? Да нет, смотрел внимательно. Ладно, надо возвращаться. Здравствуйте, мистер Морган. У меня для вас не очень приятная новость. Говорите. Ваш рейс отменен. Все авиалинии приостановлены. Вам придется задержаться в России в лучшем случае на месяц. Это очень-очень плохая новость. Тогда предоставьте мне лабораторию. Самую лучшую. Хорошо, я займусь этим вопросом. Как хорошо выспался. Только вот кошмар приснился. Как будто Морган за мной вернулся. Хорошо, что это всего лишь сон. Надеюсь, все это закончилось. И теперь я буду жить своей обычной жизнью. Вот сейчас, как обычно, должна заглянуть мама и позвать меня на завтрак. О, я же говорю. Сынок, ты уже проснулся? Иди завтракать, я твою любимую кашку приготовила. Да, мам. Как раз сейчас подкреплюсь, и у меня будет много энергии. А энергия мне нужна. Мне сегодня ГТА до конца пройти нужно. Хе-хе. Что еще делать на карантине? Да, ты там еле танчишься. Шевели давай своими худючими ножками. Сегодня у нас будет спортивный день. Помнишь, как я тебя тренировал? Дед, только не это. У меня сегодня были совсем другие планы. А ну не ной. Ты мужик, а не соломинка, которую ветром может сломать. Да уж, вот тебе и хорошее утро. Прошел ГТА. Ну, дед. Ну все, подкрепились. Пойдем делать зарядку. Надо разогреться. Дед пошел в комнату. Я за ним. Ну, пипец. Сейчас начнется. Раз, два. Раз, два. Стас стоишь, повторяй за мной. Раз, два. А так, теперь нам нужен спорт моменталь. Подойдет все. И не посмотреть там, что у матери есть. Я зашел в зал. Мам, а есть у нас какие-нибудь тренажеры для тренировок? А то дед достал, просит принести. Да, конечно, есть полно. Вот, держи. Раз. Два. Три. Вот, спасибо. Пипец. Откуда у нее столько барахла всякого? Вот, держи, дедушка. А, девчаки, это все. Ну ладно, пойдем. Мы начали тренироваться. Через 10 минут я уже стал сомневаться в психическом здоровье деда. Помню, как в 42-ом. Чш, не шуми. Ну че, прикрывай меня сзади. Совсем с ума сошел. Денис, прием. Денис, ответь, ты меня слышишь? Да, да, я слушаю. Денис, Морган, возможно, не улетел. Будь осторожен и смотри в оба. Хорошо. Слушайте, мистер Икс. Мистер Икс. Отключился, походу. Пипец. А я думал, что все это уже закончилось. Морган где-то рядом. Хотя, это еще не точно. Не буду загоняться раньше времени. Так, куда там дед упал? Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Давайте, давайте по одному. Я вас всех переложу. Та-та-та-та-та-та-та. Мне не удалось улететь. Я воспользовался вашей лабораторией. После исследования материала оказалось, что не хватает одного очень важного антитела. Мальчик нам не подходит для опытов. А вот у его матери оно может быть. И что нам прикажете делать? Вы все знаете. Как только мадам выйдет из дома, везите ее по этому адресу. Но без свидетелей они нам не нужны. Хорошо, господин. Будет сделано. Так, определяем, чья очередь выносить мусор. Кто вытягивает самую короткую спичку, тот и идет. Я вытянул спичку. Хм, вроде длинная. О, напридумал его-то всякого. Э, а че я-то? А то ты помоложе вообще-то есть. Ну ладно, все честно. Ох, ты гад. Ох, какие люди. Игорек, здорово. Эх, у тебя жизнь-то помотала. А был уважаемый человек. В банке работал. В костюме ходил. Ну давай, рассказывай. Да мне и так хорошо. Живу в свое удовольствие. Ни от кого не завишу. А, ну ты это, скажи мне, как там мой друг-то, Степанович? Живой он еще? А, ну нормально все у него. На другой район переехал. У меня для тебя есть более интересная информация. Но она денег стоит. Ну, на, держи, сплетни-то я люблю. А пенсия у меня хорошая. Хе, я богатый человек. У меня три квартиры. И все неподалеку друг от друга. Так давай-ка зубок ты мне не заговаривай. Ближе к делу. Ну слушай, за вами следят. Он около дома один в форме. А еще пару часов назад он общался возле второй моей большой квартиры. С этим богатым индюком в черном плаще. О, что-то замышляют. Да ладно тебе, не выдумывай. Пить меньше надо. Ну ты там, это, сам смотри. Я предупредил. Ты это, Степан, что там, привет передавай. Если увидишь. Ну вот ты и попался, голубчик. Взять его. Извини, брат, приказ. Что вам еще от них нужно? Вы же получили, что хотели. Ну значит, не все, что хотели. Забери у него все средства связи. Ты тоже доставай свой телефон. А с ним-то что делать? Устрани его на время. Свяжи и отвези подальше от города. А ты смотри, не глупи, лейтенант. Тебя встроен чип. Тебя легко отследить. Теперь ты мне точно не помешаешь. Но можешь еще пригодиться. Ха-ха-ха. Да, глупые людишки. Вы даже не представляете, что вас ждет. Мы сидели с мамой у меня в комнате и играли в карты. Дед ушел выносить мусор и уже полчаса его не было. Мы начинали волноваться. Ну наконец-то. А я сразу говорил, за деда точно волноваться не надо. Лучше за тех, кого он встретит. Хе-хе. Пап, ты что так долго? Нормально. Вот в кого твой внук. Опять очередь на помойке была? Да не, с хорошим человеком разговаривал. На помойке? Дочь, они везде есть. Душевные люди. Ну поговорить ты у нас любишь, пока про две войны расскажешь, на которых ты не был. Ай, завелась. Ну тебя, уйди. Пойду поеду лучше. Пока они там спорят, надо связаться с мистером Икс. Алло, мистер Икс, прием. Алло, мистер Икс, какие новости? Интересное устройство. Маленькое и незаметное. Алло, мистер Икс, прием. Алло, мистер Икс, какие новости? Хм, а это хорошая идея, пацан. Блин, да что он не отвечает? Сигнал вроде есть. Какая-то подозрительная тишина там. Может передатчик сломался? По-любому китайцы делали. Сынок, ты кого здесь зовешь? Опять твои тайные агенты? А, да не, мам, я это, певцом стать решил. Вот распиваюсь. Алло, прием, алло. На кухню иди, певец, а то дед сейчас все сожрет. Молодец, лейтенант. Молодой человек, у меня возникла одна очень хорошая идея. И ты мне в этом поможешь. Ага, сейчас. Я не участвую в твоих идеях. Придется, мой друг. Иначе тебя отвезут очень далеко и не найдут. И самое главное, вся твоя миссия будет напрасно. Свяжешься с мальчиком и скажешь, чтобы его мама вышла на улицу одна. Я не буду этого делать. Лейтенант, поговори с братом. Я не буду вас подслушивать. Брат, я ничего не смогу сделать. Мордон, он как-то управляет мной. Сейчас главное, чтобы остаться живым. Сделать, как он говорил. И у нас будет шанс. Алло, Денис, ответь. Прием, Денис. Ну, наконец-то. Да, мистер Икс, как дела? Какие новости? Слушай меня внимательно. Отправь свою маму в магазин. Потому что ты должен остаться дома один. Тебе придут от меня люди и возьмут анализ повторно. Дома никого не должно быть. Да, но ведь повторно имеет смысл брать только через месяц. Вы же сами говорили. Не переживай. Мы решили эту проблему. Хорошо, я понял. Постараюсь все сделать. Странный у него голос. Напуганный какой-то. Да и с антителами непонятно. То раз в месяц их можно брать, то второй раз за неделю. А, ладно. Они ученые, им виднее. Мам, у нас чего-то еда закончилась. А ты не хочешь в магазин сходить? Ты чего, сынок? У нас полно еды, на неделю хватит. Да чего-то вкусненького хочется. А у нас одна каша с макаронами. А колбасу дед всю съел. Ну, ничего и не все. Хотя нет. Все. Ну, ладно, схожу. Лейтенант, свяжи его посильнее и закрой дверь. А меня отвезешь в одно место. Да что с тобой стало-то? Почему ты причиняешься ему? Да я сам не знаю, что происходит. Как будто какие-то силы держат меня за грудь. И заставляют все это делать. Нужно им помочь. Раз я не могу, сделай так, чтобы машина сломалась по дороге. И постарайся предупредить семью Дениса. Хорошо, брат. Я постараюсь. Мой дорогой, вы на посту? Так точно, господин. Скоро наша дама выйдет из подъезда. Будьте внимательнее. Задержите ее. Я скоро подъеду. Есть, господин. Совсем забыла. Мой любимый сериал начинается. Потом схожу. А ну-ка идите все сюда. Сейчас посмотрим, кто здесь батя. Хе-хе-хе. Мышка Рейзер, Клава Рейзер, даже коврик Рейзер. Да я супер-киберспортсмен. Что случилось с этой колымагой? Да не заводится что-то. Надо выйти посмотреть. Вот мерзавец. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Блин, пипец, я заигрался. Совсем забыл, должны люди прийти от Мистера Икс. С этими играми так время летит. Только сядешь и полдня прошло. Мам, а ты уже сходила в магазин? Нет, сынок, я потом схожу. Сериал очень интересный. Вот попадала вы. Что делать-то? Хотя прошло уже три часа. Никто не пришел. Странно. Надо с Мистером Икс связаться. Алло, Мистер Икс, прием. Мистер Икс, я все перепутал. Алло, Мистер Икс, прием. Мистер Икс, я все перепутал. Ну, пипец, а мама-то дома? А, ладно, все равно не заметит с сериалом своим. Кто там? Открывай свои, у меня мало времени. Морган, Морган не улетел. Ты им больше не нужен, им нужна твоя мама. Мажор в заложниках. Ну, все, хватит, лейтенант. Ты уже много сказал. Моего брата заставил позвонить Морган. Я его за... Пора заканчивать с этим. Морган, стой! Капитан, ты должен охранять дом. Ты что здесь сделаешь? Хватит, Морган. Ты забрал слишком много жизней. Я больше не подчиняюсь тебе. Капитан, ты всего лишь пешка в моей игре. Я купил тебя вместе с твоей честью и мундиром. Поэтому ты закроешь свой продажный рот и будешь делать, что тебе говорят. Да я тебя... Да я тебя... Глупое. Слабое человечество. Вы совсем не понимаете, что вас ждет. Ребят, это последняя серия нашего сериала. Мы работали над ним почти два месяца. О том, получился он или нет, судить, конечно, вам. Но что-то мне подсказывает, что вы ждете продолжения. Поэтому давайте так. Если под этим фильмом я увижу много лайков, комментариев и просмотров, то мы соберем свою волю в кулак, станем работать еще больше и снимем для вас второй сезон. Все только в ваших руках. Пока. Пацаны, я все еще добавляю в друзья ВК. Подпишитесь, ссылка в описании. Ну и про мой инстаграм не забывайте, ведь там каждый день новая история о моей жизни. Пока. Внимание, в этом ролике спрятаны два банана. Если ты подпишешься на канал, поставишь лайк и в комментариях напишешь время, где спрятаны бананы, то станешь участником розыгрыша любого набора стикеров ВКонтакте. Победителя объявляю в каждом ролике. Ну а в прошлом видео он был на улице и на кухне. Победил Богдан Аршинов. Поздравляю тебя. Ты внимательный красавчик.